можно спросить зачем нужно изучать античность так получилось что куда бы мы ни ткнули везде изучение античности занимает огромное место ну вот например я учился на историческом факультете и в первый же год изучение истории фактически начиналось древней греции первому курсу в первый год первое семестр читалась история древней греции я преподаю на кафедре искусствоведения и первый год первый курс искусствоведов начинают слушать курс искусства древней греции ну а потом древнего рима тоже семейство. Тоже так же, как и историки, истории для Евгения Варима. То же самое можно сказать и о филологах. Что мы изучаем? Помимо этого все, без исключения специальности, изучают латинский язык, я имею в виду на историческом факультете и на медицине. И вот философия, с чего начинается? Античная философия. Почему античная? И когда-то мне пришлось делать этот выбор, когда давно в школе я изучал испанский язык и думал, они занятся ли мне латинской Америкой, инки, майя, ацтеки. Я там читал про это, изучал. Но античность перетянула, и я, надо сказать, ни разу не жалел об этом. Почему же мы, ну, скоро должны, неправильно, но почему же желательно изучать именно античность? Ведь обычно каждый народ пытается изучать свое. Правильно? Ну, и логично, что там жители России изучают историю России, а жители Англии намного более углубленно изучают историю Англии и английскую философию, а мы там пытаемся изучать, скажем так, российскую. Это совершенно понятно, потому что каждый народ хочет изучить себя глубже, понять глубины собственной культуры, но и те, и другие обращаются к античности. И античность учат и в Англии, и в Германии, и в Америке, и, например, большая античная школа находится в Австралии, вот уж где никакой античности нет, а школа есть. В чем же тут дело? Ну, корни этого, этой ситуации, конечно же, находится вообще в классическом образовании. Классическое образование, как известно, было основным для культурного круга Европы, но от классического образования давно уже отказались, и давно уже никто из школьников не учит, за исключением редких классических гимназий, в нашем главе диплома такая существует только одна, не учат ни греческий, ни латинский, и я даже приветствую это, потому что греческий, например, ну, я имею в виду древнегреческий, очень тяжелый для изучения язык, и тратить, может быть, время школьника на это излишне, особенно в современном мире, он может получить что-то более полезное, а потом изучить, может быть, эти языки, если ему захочется, но только если ему уже захочется. Классического образования нет, но, тем не менее, начинать все с античности продолжают, как и раньше. И ответ на это, ну, он для меня очень прост, а может быть, для человека, который не знаком с этим, вызовет некое удивление. Если говорить кратко, античность – это наше все. Вы можете сказать, ну, вот археолог-античник заговорил, да, а археолог, там, занимающийся, не знаю, степными культурами, сказать, что скифы – наше все. Нет, как раз скифы – не наше все. И почему так? Я сейчас попробую объяснить, даже не доказать. Доказано это уже довольно давно. Греческая цивилизация появилась еще в мекенское время, еще в эпоху бронзы, потом вот был период темных веков, такой некой, с одной стороны, стагнации, с другой стороны, саморазвитие, но те греки, которые важны для нас, это как раз греки, уже начиная с периода архаики, где-то с 8 века до нашей эры, когда появляется полисная система, вот эти демократические институты, когда появляются первые философы, ну, чуть позже, и начинается какая-то такая интересная жизнь в искусстве. Все это интересно для нас. Но сами греки не играют сейчас особой роли в мире. Ну, конечно, я не хочу оскорблять эту гордую страну, но все-таки находясь где-то на окраине Европы, долгое время, будучи в составе турецкого государства, Османской империи. Конечно, греки не являются какими-то культурными, что ли, знаменосцами этого мира. Но почему же тогда, какое же они имеют отношение к нам? Я даже не буду проводить известную идею о том, что, ну, там, христианство и во многом многие основы культуры были получены из Византии, а Византии — это как бы греки, это уже не те греки, да, это греки пост-римско-имперские, это отдельный разговор. Почему же мы все-таки так интересуемся вот этими архаическими классическими греками? В чем тут дело? Повлияла ли на нас греческая культура? Безусловно, да. Повлиял ли на нас греческий язык? О, на русский-то еще как! Да, вот даже я, как бы, нашу греческое имя, хотя, как бы, родители задумывались об этом, когда давали мне его. Повлияли ли греки на технику? Да, многие вещи они изобрели, хотя ввели их уже римляне, но римляне — это тоже, да, античная культура, как бы, близко относящаяся к Греции. Но не это все самое главное. Мы прекрасно знаем, что цивилизация, как такая сложная организация общества, связанная с бюрократией и, соответственно, с развитием письменного языка, появляется на великих реках. Ну, потому что, чтобы завернуть, что называется, свернуть в бараний рог возможности огромных рек, чтобы получать огромные урожаи, нужна была отличная организация общества. Поэтому многие общества образуются там на Ниле, Индии или Хуанхэ, Янзэ или в Междуречье. Конечно, цивилизация могла сложиться и не в условиях рек, но тоже в условиях, когда хорошая организация общества может кардинально изменить систему ресурсов, да, дать намного большие ресурсы, как это было в Латинской Америке, там как раз реки не имели такого значения. Но вот эти огромные культуры прекрасные, Китай, Египет, они во многом находились в состоянии такого вечного развития, что было тысячу лет назад, что было тысячу лет вперед. Такие громадные державы продолжали существовать. Вот такого развития, как сейчас, дед мой прожил от того момента, когда самолет был ужасной диковинкой, даже это был еще аэроплан, и до того момента, когда запуск в космос уже никто не обращал внимания. А как бы я еще в университете помню, как на сборах военных мы бегали с рацией, которая была огромным ящиком за спиной, и как бы никто не предполагал, что через там 15-20 лет любой студент может разговаривать по какой-то коробочке меньше ладони. То есть технологии страшно развиваются. Откуда же это появилось? И вот это все, как ни странно, идет от греков. Как же так? У самих-то греков не так развивались технологии. Что же получилось? Это взгляд на жизнь. У греков он был отличный от всех. Появились греки как действительно осколок, греческая цивилизация, как осколок вот этих восточных цивилизаций на периферии. И первая греческая, собственно, культура, это мекенская культура, она очень напоминает такие мощные восточные, огромные центры, письменность, которая посвящена только бюрократии, это только бухгалтерская отчетность, и все. И эта культура довольно быстро исчезла, развалилась. Ну, причины могут быть разные, но она оказалась нежизнеспособной. А вот следующая культура, вот этих вот маленьких полисах, разделенных долинами, ну, живущих в долинах, между ними горы, и все время воюющие, мирящиеся, торгующие между собой, вот эта среда оказалась абсолютно живительной, помноженная еще на идею греков, колонизируй все, что можешь. Но что же у греков было такого в характере, что повлияло на всех остальных? Понимаете, многие восточные культуры были очень наблюдательны, но к наблюдениям, относившиеся как к данности. Это прекрасно рисует Геродот, который говорит о том, что его заинтересовало, почему в Египте разлив происходит в невыручный час, невыручное время. И он спросил об этом египтян, которые, знаете, там, наблюдали, ниломера у них было, они мерили каждый год, наблюдали. Никто не мог сказать, почему? Ну, так, каждый год разливается. Да, вот мы знаем, Сириус появился, разливается. Но зато греки, бывшие в Египте, тут же предложили несколько своих объяснений. Эти объяснения не имеют никакого отношения к действительности. Но, понимаете, им все время хотелось понять, в чем, собственно, суть вещей. Вот, знаете, как это, такая есть образ ребенок с гвоздиком, который все время ковыряет куклу, что у нее там внутри, да, и все время что-то разбирает. Вот грек – это такой человеческий, цивилизационный ребенок. Египтяне спокойно воспринимали все это. Они могли спокойно воспринимать несколько картин мира. Их это не особенно волновало. Прекрасно смотрели на своего императора китайцы, которого исходила благодать, да, и только варвары там по краям все это мешали. А грек, он говорит, да что вообще происходит, что вообще происходит, почему так? Вот сейчас на выставке есть несколько картин, например, там, Геракл разговаривает с Нессом, или там, Ахилл вот хватается за оружие, скрываясь среди дочерей царя Лекомеда. Почему эти картины говорят? Они пытаются выхватить тот момент, когда герой совершил выбор, и выбор привел к смерти через мудрительное время, да, суть его, суть смерти в этом поступке. И вот так грек, он себе представляет, почему так, почему, почему? И имело недостаточное объяснение, ну, булги так хотят. Нет, вы давайте, скажите. И они стали искать инструменты. Какие инструменты человека для изучения мира? Это наука, и то, что мы назвали чистой наукой. Наука, которая, да, ну там, что-то сделали, там, заработал в пар, или там, не знаю, мельница закрутилась. Это полезные вещи, они на поверхности. Но греки хотели понять суть вещей. И получается, с одной стороны, техническая наука, которая пытается понять, как устроен мир, а с другой стороны, философия, которая пытается понять это в более широком масштабе. А философия имеет свое страшное оружие. Это логика. Как бы, ну, понимаешь, что так? Нет, ты мне докажи. И докажи вот так. Мудрый человек, он, знаете, сказал фразу, и все замолкнуты, да, как в каких-нибудь даотских притчах. Говорит, какая-то странная фраза, и ты должен понять ее. Они поняли, что ты дурак. А логика может доказать все даже дураку. Поэтому в греческой культуре все очень взаимосвязано. Это, если бы мы с вами встретили на улице древних греков, возможно, мы перешли бы на другую сторону улицы. Они были не очень высокие, ну, ниже современного, среднего роста. Цвет волос у них был разный. Многие были и темноволосые, были и блондины, рыжих, видимо, было много. В общем, они любили красить свои статуи в рыжий цвет. Они все время разговаривали, активно жестикулировали, и все время пытались тебе что-нибудь продать. Ну, узнаваемые иногда на улице люди понаехали, сказали, да, возможно, это греки-колонисты. Но вот эта вот любовь обсудить и выяснить истину привела к удивительным последствиям. К этому же эта любовь к истине сказалась и на греческом искусстве. Ведь грек, что было для грека идеалом? Это похожесть. То есть он считал, что, ну, знаете, как ребенок, когда мы смотрим на это, кажется, что греческая философия, она как-то немножко детская. И греческая, вот это вот, и первые их идеи, как все сделать, тоже детские. И искусство у них, да, ну, как ребенок смотрит, говорит, не похоже, и выбрасывает листик. Да как же, это же Пикассо, да не похоже. Вот. И, тем не менее, это вот детство, но не вообще человечество, а современной европейской культуры. В результате, что же получается, да? Греческая философия, вот запустив эти механизмы, конечно, на этом месте потом самые разные философии, и отрицающие логику, и другие логические варианты источника. Но без этого основания невозможна история мировой философии. Ее просто не было. После этого она появилась. Есть гипотезы, да, что зачатки были и там, и сям. Зачатки. Такая механика, да, четкие понимания каких-то технических вещей. Сейчас мы знаем, что греки могли делать поразительные технические вещи. Не римляне, которых технологии пошли намного дальше, а знаменитый антикифоровский механизм, сложнейшее механическое изделие, которое могло имитировать, связанное со всякими предсказаниями движения светил и так далее. Там есть много всяких идей насчет антикифоровского механизма, я не буду об этом говорить. Но это, безусловно, прекрасная механическая вещь. Эти основы механики тоже заложены здесь. А с другой стороны, у греков была еще одна черта. Они прекрасно собирали все у других народов. Когда ты начинаешь говорить с каким-нибудь ученым-востоковедом, он кривится при упоминании греков. Кто эти выскочки? Наши, ну, неважно, там, иранцы, китайцы, индийцы, уже тысячелетия собирали. А тут выскочили какие-то, собрали сливки. Ну вот, возьмем греческое искусство. Греки учатся у кого? У египтян, у передней Азии, там, ну, международная Сирия, различные народы Малайзии, современной Турции. И их искусство архаическое очень похоже. О, вот смотрите, поза такая, о, поза египетская. О, улыбка из международной Азии. О, все, все натащили. Даже чернофигурный стиль, и тот, наверняка, на некоторой степени заимствовали все эти ряды животных, характерные для Персии, там, для Фригии, Лидии. И греческое искусство V века. Это ничего подобного нет. И греки быстро идут далеко, вперед. И они оставляют своих учителей. Вот в этом они отличаются от всех других цивилизаций. Они сразу же отталкиваются, и они, как бы, конечно, они помнили о прошлом, и чтили его, и знали все это. Но они пытаются идти вперед. Им нужно понять... Для того, чтобы идти вперед, надо понять, что было раньше. И появляется история. До этого истории нет. Но есть вот... А, суть вещей, да? Фукидид, ученый V века до н.э., уже не просто рассказывает события, он каждый раз пытается дойти до сути и понимания каждой вещи. И вот это, и эта история, долгий путь этой греческой цивилизации. Потом все это перешло к римлянам, которые поставили еще такой технологический уровень, добавили к этому подходу технологию. Потом случились средневековья, когда произошел откат. Как вся эта ученость, все этот подход сократился до крупиц в некоторых университетах, каких-то некоторых ученых, некоторых религиозных деятелей. Но опять, да, вот как бы накопив силу, вот эта греческая волна сокращительно разливалась в эпоху Возрождения и индустриальную эпоху. И чтобы не говорить сейчас, вот часто говорят, а как же там отдельный какой-нибудь путь Китая, да, восточная философия, Индия, Америка, это же совсем другие пути, там, ну, там всякие, скажем, там, черная Африка, да, вот там с ее музыкой, там, какими-то еще традициями. Все это влияет. Ну, вот Ислам последние годы тоже выделяется, да, очень показывает свою силу. Но если мы посмотрим на все непредвзято, мы увидим, что все эти и восточные, и южные, и далекие страны играют по кеманам, по европейским. Протокол европейский, оружие европейское, да, многие вещи, наука европейская. Да, конечно, определенные народы дают свой колорит и свой вклад культурный, но это вклад вот в эту огромную волну, пришедшую к нам от греков. И этот подход не нашел еще, скажем так, конкурирующего, который мог сравниться с ним. Вот она причина. Мы должны понять, как, почему родилось такое отношение к жизни, что породило такую уникальную культуру, которая смогла захватить весь мир не силой своих солдат или проповедников, а именно взглядом на жизнь. А уже все остальное, да, вот эти вот, и философия, техническая наука, культура и прекрасное искусство, да, которое через возрождение пришло к нам, и многие античные сюжеты до сих пор постоянно к ним обращаются художники. Почему? Что нам эта мифология Греции? Чем она лучше там другой мифологии? Конечно, ничем, но эта мифология греков, на ней они взросли. И все это продолжает жить именно в благодарность, с одной стороны, вот этой культуры, которая дала нам человечеству, да, нам это человечеству, не там, не окружающим людям, и даже не Европе, вот этот вот рычаг к познанию мира. А с другой стороны, при попытке понять, что же были эти греки, почему они стали такими, и как это получилось. Я думаю, это понято еще не до конца, и здесь еще многое можно поговорить и многое узнать. Продолжение следует...